Ре. Вис Этерс Ирте. Но и той же цели – заработать как можно больше денег. Оборотни были и на крупных предприятиях. О шальных деньгах в лихие 90-е – третья часть документального проекта. Руки на машину. Стоять. Стоять. Руки на машину. На пол, блин. На пол, Руки на машину. На пол. На пол. Прошу, пожалуйста, у меня же трепанатная зерепа была. Сейчас проверим. Начало 90-х. Время острого дефицита и потребительского голода. В магазинах пустые полки, товары первой необходимости по талонам. Остальное – дефицит. Его выбрасывают торговлю редко, партиями. Тут же выстраиваются километровые очереди. Стоят за колбасой. Стоят за туалетной бумагой. Но так живут не все. 1990 год. По информации шестого отдела, в этом чемодане несут деньги заместителю генерального директора швейного производства Латвия шесть пачек по тысяче – шесть тысяч рублей. Для сравнения – средняя зарплата – 250 рублей. Время – лет шесть. При этом гражданинка пояснил, что эти деньги были расстроены у него в кабинете 13-го и 6-го до 12-го года. Обыск дома и в кабинете. И там, и там целая батарея спиртного. От отечественной водки до заграничного виски. Растворимый кофе в банке, шоколад. Такое можно купить только в коммерческих магазинах. И снова деньги. Много денег. Рубли и доллары. На швейной фабрике шьют одежду из трикотажа. Предприятие крупное, поставки по всему Союзу. Хорошее швейное оборудование. По информации шестого отдела, за вознаграждение эти ресурсы уходят налево. В то время были и богаты. Вы знаете, были такие цеховики, которые, кстати, имели отношение к таким государственным предприятиям. Потому что ясно, что были излишки материалов. А ведь главное было излишки. Из чего шить. Скажем, джинсу или что. И они шли как бы в связке. Отсюда получали и материалы. И заклепки, например, и какую-то фурнитуру. Это все важно. И те же самые верлоки, на которых уже подпольные цеха делали. Но уже в это время были кооперативы. Поэтому кооперативам нужно было получать технологию, материалы и оборудование. Они шили там хорошую продукцию, которая требовалась. В 90-е бизнес всеяден. Одни шьют одежду, другие продают смерть. Наркотики еще не распространены на территории Латвии. В основном идут транзитом. Такова договоренность между преступными группировками. Однако в 1992 году в небольшом городке Олэне на заводе Латбиофарм начинают изготавливать метамфетамин в производственных масштабах. Не килограммами, а тоннами. К человеку попала возможность обеспечить предприятие работой по заказу. Ему было все равно, что производить, лишь бы заработать на этом деньги. Но чтобы было понятно, там, произведенной продукцией мы несколько тонн изъяли. И так называемых прекурсеров, которые идут на изготовление этих наркотиков, тоже порядка 11 тонн. Это к вопросу о граммах и килограммах, которые изымаются. Там масштабы были совершенно другие. Там тонны, на все мере. Идет метамфетамин в Европу под видом лекарства от гриппа Ремонтадин. За помощью к шестому отделу обращается немецкая криминальная полиция Интерпола. Начинается обыск огромного предприятия. Хранят таблетки даже в ведрах. Задержан директор Илмар Пенке и его зам Вячеслав Куликов. По информации шестого отдела, у них находят 800 тысяч долларов. И это только аванс. Для меня это дело интересно самим вариантом сложного планирования. Потому что операции такого масштаба в Латвии не проводилось. С моей точки зрения, ни до того, ни после. Суд вынесет приговор. Директору Латбева фарма Пенке 7 лет тюрьмы. Его заму Куликову 7,5. Но весь срок они не отсидят. Пенке освободят в 97-м. Куликова самим указом президента помилуют еще в 96-м. 1993 год. Старый подержанный «Жигуль» стоит 500-600 долларов. Пятилетний джип «Митсубиши Паджеро» – 10 тысяч. 600-й «Мерседес» – самый авторитетный. По тем временам автомобиль – 100-200 тысяч в зависимости от комплектации. Торговля краденым авто – серьезный бизнес. Из Германии через Латвию на восток идет целый поток. Шестой отдел продолжает работать вместе с немецкими коллегами. Часть украденных машин удается найти и вернуть на родину. Преступники придумывают новую лазейку. Краденные машины даже не заезжают в нашу страну. Здесь им только делают документы. Все официально – в сговоре работники ЦСДД. Примерно за год, по информации 6-го отдела, через скромный полицейский участок Вогры регистрацию проходит больше, чем 2000 угнанных автомобилей. Сколько жителей Вогры. И машины, вы сами понимаете, не запорожцы старые, а машины не старше 5 лет. И часть из них довольно эксклюзивных машин. Но естественно, что в этом городе этих машин мало кто видел. Потом мы начали уже приступать и к другим отделениям ЦСДД. Потому что наверняка ситуация была такая же и в остальных райцентрах, где было это все. Но потом мы сказали, что, в принципе, куда вы лезете, вот ходите по рынку и ловите там рикетиров. Ну и дело, в принципе, на уровне прокуратуры было раздроблено и по частям закрыто. В полиции в это время процветает коррупция и взяточничество. Вот начальник муниципальной полиции земельского района Риги Игор Скупцис несет телевизор. По информации 6-го отдела, это взятка. Но этот эпизод не помешает ему дослужиться до начальников всей муниципальной полиции Риги. Его снимут с должности только в 97-м году. По формальной причине. Мол, не выполнил поручение Рижской думы не пускать автотранспорт на дамбу АБ. 1993 год. Полицейский участок Агентскаунс. На полу вместо бандитов лежат действующие сотрудники полиции в форме, при погонах. Их задерживают за похищение человека и требования выкупа. Участвуют в этом чуть ли не весь отдел. Дело подходит с выдумкой, огоньком, даже гордятся этим. Было забавно, что один из руководителей, когда он там расписан был сценарий, три литра бычьей крови, медицинские инструменты, там, он мне говорит, это же красиво. Я говорю, ну, конечно, все, ну, просто сказка. Тебе, наверное, сценарий писать, и художественные фильмы снимать, сериалы какие-то. И это не единичный случай. С восстановлением независимости латвийская полиция переезжает в угловой дом на улице Бривебас. В этих кабинетах сидит шестой отдел. Ну, практически все это крыло занимали. Все вот эти кабинеты и туда. Неожиданно узнают. Их коллеги из экономической полиции взяли человека в заложники. Держат его в камере, возбудив уголовное дело по надуманному предлогу. В этом же здании, несколькими этажами ниже. Вот ежедневно поднимали и выбивали из него деньги. При этом у нас на руках была звукозапись того, как это делалось, а также звукозапись разговора этих работников экономической полиции, которую они обсуждают. Ну, сколько с него возьмем? 100 тысяч? На хрена что? Давай 200. Нет, 200 мало. Давай 300. Вот сидят вот так разговаривают. Значит, 300. И там же есть на этой звукозаписи о том, что в конце концов он соглашается, что он их отвезет в банк, в ОГР. И они эти деньги получат. Шестое отдел задерживает начальника экономической полиции Еремина и его подчиненных. Но через несколько месяцев всех выпустят на свободу, обвинения снимут, уголовное дело прекратят. А сам шестой отдел будет закрыт. Смотрите в следующей части. В Риге задержан Борис Деканидзе. Особо разыскиваемый преступник. Но вместо награды для шестого отдела это становится началом конца. Ну, а тогда у нас, собственно, начали уникать первую проблему. Одно из самых громких и неоднозначных дел задержание Ивана Харитонова. Закрытие легендарного шестого отдела. Это была борьба. Борьба с неугодными людьми, которые мешали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова